Друзья мои дорогие, добрый день! С вами Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кинчано-Термия, из Тосканы. Для тех, кто первый раз попал, попали на мои первые, вторые, третьи каналы, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима, Ватикана и Сиены. Я являюсь журналистом. Ну и, как всегда, под сюжетом в описании я оставлю ссылки на все мои три канала на данной платформе. И там же будет ссылка на мой Телеграм-канал. Значит, друзья, наконец-то у нас прохлада. Наконец-то стали в приличном объеме приезжать туристы, потому что лето, конечно, было очень жаркое. Особенно июнь месяц у нас были дни, когда в периметре, недалеко от Колизея, температура поднималась до 50 градусов. Поэтому работы в летнее время было не так много. Но сейчас, наконец-то, наступила моя любимая пора. И, как выясняется, не только моя любимая, но и очень многих моих подписчиков, которые же являются и моими туристами. Поэтому прохладно, очень легко дышится. Люди стали приезжать. Работы стало значительно больше. И по этой причине не сразу, а вот только сегодня утром я смогла посмотреть фильм, который сняла Певчих, Мария Певчих, по поводу того, кто избил их сотрудника, по фамилии Волков. Значит, я хочу сказать сразу, что, в общем, посмотрев вот этот фильм, мне никого не жалко. Не этот вот фонд, этого самого Навального, потому что, в общем-то, ясно и понятно, на какие деньги, на какие средства он всегда существовал. Человек, который прошел жернова Ельского университета, в общем, оттуда патриотами своей родины не возвращаются. Кстати, один из ярких таких примеров, это в Италии есть такой врач, который закончил Ельский университет. По фамилии Басетти, те, которые проживают в Италии, вы прекрасно помните, что у нас происходило вот в тот самый период. И потом, когда у нас пошли вот эти вот ложечки там за маму, за папу, за дедушку, в общем, на уровне коммуриста он обращался к итальянцам, заставлял вот объедаться вот этих вот самых ложечек. Ну, догадывайтесь, о чем я говорю. Я понимаю, что у меня сейчас появилось достаточно много новых подписчиков. Ну, поскольку мы с вами находимся, вот эта платформа является самой-самой-самой демократической в мире, поэтому, в общем-то, оставляем вот эту вот прежнюю терминологию, то есть шифруемся. Вот, то есть каким образом оскорблял людей, а вот сейчас прошло два года, и вот кто здесь у нас вот этим вот занимался, это такая побочка, это мама не горюй. И, в общем-то, независимые специалисты это все вот предсказывали. Ну, естественно, вот видите, на такую грязную работу, да, как правило, нанимают людей, которые прошли жернова вышеуказанного университета. Ну, и вот таким же представителем являлся в том числе и Навальный. Но то, что мне очень приятно, что вся вот эта вот оппозиция, как она между собой, извините за мой французский, но я все-таки позволю себе это слово, срется. Причем это не первое расследование певчих после того, как не стало Навального. Она там уже, в общем-то, некоторые наезды, причем векторные наезды против Ходора. Это уже не первое расследование, и Ходор уже не первый раз по этому поводу оправдывается. Ну, и, в общем-то, вот как ходят здесь слухи в Европе, особенно в среде вот так называемых ин, как их сейчас окрестили, не в бровь, а в глаз агентов, что он является своеобразным финансовым хабом. То есть он и те структуры, которые стоят за его спиной. Распределительным хабом, то есть по всей вот этой вот агентуре, так называемой, распределяются определенные деньги. Поэтому многие, они пытаются добиться вот данного статуса для того, чтобы просто-напросто поддержать свое какое-то существование здесь, в Европе. Как Лазарева, да, вот эта, которая по ресторанам ходит, там корчится, дурака валяет, клоунадой занимается, в общем-то, выпивает, не пойми с кем, за 70 евро аперитив, как я рассказывала в своих предыдущих сюжетах. Я понимаю, что внутри жаба душат, жаба душат, вот так вот унижаться по ресторанам, по кабакам. Все-таки хотелось бы, конечно, вернуться к своей прежней жизни. И, видимо, не только таким, как Лазарева, там, Бильжи и все прочие. Бильжуют здесь очень многие вот таким вот образом, нелегально бильжуют. Я рассказывала и про нелегальные экскурсии, которые здесь у нас подрядились проводить все вот эти бильжи. А мы их здесь шпыняем, они тоже на нас очень сильно обижаются за это. Но все-таки, видимо, им хочется вернуться вот к той прежней кормушке, которая была в 90-е годы. А те, которые, вот как назывались они тогда в 90-е годы, олигархи, им тем более еще больше. Потому что такие, в общем-то, потери, которые они понесли, я думаю, что ни с Бильжовскими, ни с Лазаревскими, ни с Невзоровскими, конечно, близко даже не сравнить. И поскольку, в общем-то, мы имеем дело олигархи, да, и некоторые представители, видимо, тоже там с определенными пограничными расстройствами личности над нарциссизмом. Или, в общем-то, вот то, что Певчих описывает в своем последнем фильме, ну, вот, который там устроил покушение на этого Волкова, молотка, молотком его били по голове. Слушайте, каких бы он там принципов, принципов или взглядов не придерживался, ну, конечно, вот это вот молотком по голове, ну, это прям очень сильно отдает 90-ми годы, 90-ми прошлого столетия, по которым они очень сильно сокрушаются. Вот. И... А нам противно. Нам, нормальным людям, нам противно. Мы не хотим туда возвращаться, а им туда срочно надо, потому что там у них были доходы. Либо можно было воровать, либо в случае вот Лазаревых и Бильжей, значит, на экран тащить всякую херню, извините, вот, и это все сходило. Потому что общество должно было, благодаря таким, как они, деградировать. А сейчас обществу не позволяют деградировать, поэтому вот им обидно. Приходится по ресторанам по кабакам шастать, шляться. Вот. И я очень рада вот этой вот грызне. Ну, я помню, что, да, в марте месяце вот этого года, да, в общем, там, я смотрю, я читаю их, вот это Люберасню. Я их читаю, вот они говорили, вот с Волковым произошла такая вещь. Ну, и, как вы понимаете, на кого они потом крошили? На Россию, естественно. То есть, тут было безапелляционно, без расследований, только вот. И вот видите, как все расставляет, все на свои места. Никто перед ними оправдываться не стал. И правильно сделали. Прошло шесть месяцев. И, в общем-то, вот видите, это правда. Лиза Козуха, как угодно. Но это все полезло. Полезло наружу. Я получаю огромное удовольствие от этой их грызни. Я, когда читаю их, даже вот на ФБ читаю, я просто получаю огромнейшее удовольствие. Мне улучшается сразу настроение. Потому что, слава тебе, Господи, никакого, видимо, там вот этого политического единства у них нет. А, соответственно, вот такие нормальные люди, которые любят родину нашу, Россию, где бы мы ни жили. Таким образом, в общем-то, мы становимся сильнее и сильнее. По поводу 90-х, я считаю, ни один нормальный человек, дееспособный, он туда возвращаться не хочет. Только они. Потому что им там было удобно. Я сама вспоминаю, вот те годы, эти годы пришли на мою университетскую, но не университетскую, а академию закончила, Московскую медицинскую академию имени Сичина. Это были страшные годы. Это был бандитизм. Даже не то, что пустые магазины. Это был страшный, страшный бандитизм. Я думаю, что любой человек может привести какие-то примеры свои собственные, личные. У нас убили соседа, вот так вот, из нашего дома, на несколько этажей ниже жил. Приехал домой, вышел из лифта, его застрелили. Мы слышали вот этот вот звук, страшный звук, который, в общем-то, прошелся по полностью, по всем 16 этажам, в одного подъезда дома, подъезда того дома, где мы проживали. У меня убили мою одноклассницу Лизу Французову в день ее рождения в бильярдной. Она отмечала день рождения, приехал рэкет, требовал от хозяина бильярдной выручку. Он мне дал бильярдную облили бензином, и она в день своего рождения, в день своего 20-летия, она погибла. Ни один нормальный человек туда возвращаться не хочет, кроме вот этих тварей сутулых. Я по-другому их называть не буду. Ходоры, там его дружбаны, вот все на уровне бандитских разборок. Вот как привыкли, так это все в них и остается. Психопаты, нарциссы, люди с антисоциальным расстройством личности, здесь не имеет значения, сколько у них денег, насколько они богаты, насколько они много наворовали. Но это люди, я их интерпретирую как бывший врач, как бывший эскулап, как люди, как людей, как персонажи с антисоциальным расстройством личности. Я не хочу, чтобы они возвращались. Я не хочу, чтобы возвращались в бездаре. Я не хочу, чтобы даже они здесь пытались куда-то вклиниться, в туризм, в искусство и так далее. Потому что все вот эти художники, так называемые, которые в Венеции даже выставки какие-то пытаются устраивать, или там эта сексуально озабоченная Марголес, которую там все насилуют, никак не донасилуют. Это уровень рисунка. А я экскурсовод. Да, я не умею рисовать, но я в живописи разбираюсь. Там учительницы рисования детского садика либо начальной школы. Но они здесь себе считают художниками, и почему-то даже кто-то им вот такие вот хабы типа Ходоров устраивают вот эти самые выставки. А они со своей сдвинутой крышей. Ну там у Марголеса у нее не расстройство, у нее там другое. Там я думаю, что параноидальная шизофрения. Это в принципе и внешне видно. И по этим сексуальным постам в том числе тоже, в общем-то, здесь другое. Они почему-то думают, они все равно уверены в том, что они какие-то талантливые, какие-то интеллигентные, какие-то необыкновенные. Вот не надо такого искусства ни в России, или бельжовское вот это вот искусство, там его гондон и все остальное. Не надо это ни здесь, в первую очередь, потому что Италия это страна, где находится 70% всего мирового культурного наследия. То есть первые две очереди, ни Россия, ни Италия. Это никому не надо. А они вот рвутся, 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 рвутся. И хотят вот эту деградацию, чтобы их кем-то там считали. Поэтами, художниками, писателями и всем прочим. Нет, это не годится. И вот они под всем, под этим варьем, которое сбежало, кто в Израиль, кто в Америку, кто куда, вот они ждут, ждуны, ждуны. Решалы, решалы, вот чтобы все вернулось так, как оно было. Когда старшему заокеанскому брату было очень удобно все держать под своим контролем. Нет, ни за что. Я очень рада тому, что они вот так вот грызутся, что они срутся между собой. Так им и надо. И друг друга еще калечат молотками. А потом списывают на кого-то. Ну, это как бывает у психопатов. Друзья, спасибо большое, что смотрите. Я вас очень люблю. И мы с вами увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok